Обсудим брюссельскую встречу с нашим гостем на прямой связи со студией CBC, Асим Молазаде, депутат парламента Азербайджана. Асим Малим, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Асим Малим, по-вашему, каковы дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты, учитывая, что те договоренности, которые были достигнуты на встречах более ранних, они Армении иной раз тормозятся. Сейчас будет какая-то другая ситуация, возникнет все-таки, будут исполнены договоренности? Очень трудно прогнозировать поведение армянской стороны, потому что они практически уже всем в мире доказали самый важный факт. Армения никогда не держит свое данное слово. Данное слово вербально или подписанные документы со стороны Армении до сих пор не исполнялись. Вот новая платформа, Европейский Союз взял на себя инициативу. Была третья форматная видеоконференция, была первая бруссельская встреча, сейчас уже вторая, где, в общем-то, Европейский Союз поставил перед Арменией задачу. Надо подготовить, подписать мирный договор, оставить в сторону все территориальные притязания и провести делимитацию и демаркацию границ. И самое важное является то, что речь идет уже о том, что Армения должна сделать. Конкретный алгоритм шагов со стороны Европейского Союза предложен Армении. Не обсуждается никакой вопрос какого-то мифитического статуса, нет обсуждения той вот древней мантры, которая всегда в Евросоюзе исполняла, что это все минская группа. Нет минской группы. Есть Евросоюз и есть данные Армении обещания двигаться в направлении мира. Азербайджану нужен мир. Азербайджан много раз всем доказывал, что Азербайджан всегда держит свое слово. Подписанный документ или просто данное слово Азербайджан всегда держит. И сегодня мы держим свое слово. Сегодня Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора. Азербайджан готов к процессу демаркации, делимитации. Это уже вторая рабочая группа, созданная в этом направлении. Армения как-то, в общем-то, первую группу с Россией каким-то образом она от нее убежала. А вот теперь Евросоюз. Будем ждать. При всех вариантах реалий, политические реалии, которые сложились у нас в регионе, признаются всеми ведущими странами мира. Речь идет и о такой мощной организации, как Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Россия. Обратите внимание, что сразу после брюссельской встречи министр иностранных дел Армении побежал в Москву обсуждать с Лавровым все эти вопросы и получил в целом те же самые слова, ту же самую позицию. То есть, кому еще им надо бежать, чтобы каким-то образом увезнуть от взятых на себя обязательств и не выполнять те условия, которые были отражены и в трехсторонней декларации, много красных встречах в Москве, в Сочи, в Брюсселе. И сегодня мы ждем от Армении конкретных четких быстрых шагов. И я думаю, что Азербайджан со своей стороны практически готов также и к процессу декоммуникации, потому что это вопрос, я думаю, что очень важен самой Армении. На самом деле, Армения сейчас находится в ситуации, когда нужно спасать этой стране свою государственность, свое наличие вообще на карте, потому что граждане Армении покидают эту страну в связи с очень глубоким социально-экономическим кризисом. Армения сама себя загнала в угол. И для того, чтобы эта страна могла существовать как независимое государство, Армения должна сделать все необходимые шаги направления мира, декоммуникации, потому что это открывает самой Армении доступ в мир и своим ближайшим союзникам. И я думаю, что мы будем наблюдать этот процесс, и как бы они ни говорили о каких-то там мифических статусах для того, чтобы успокоить свое общественное мнение, потому что чувствуется, что руководство Армении боится представителей преступного карабахского клана, в которой в период Брюссельской встречи в очередной раз организовали шоу в Ереване. И тем не менее для Армении и армянского народа появился серьезный шанс для мира, и они должны этим шансом воспользоваться. Асималим, я вас благодарю за ваш комментарий. Большое спасибо. До свидания. Спасибо вам. Я напомню, на прямой связи со студией CBC был Асим Молазады, депутат парламента Азербайджана.